Осложнением особенное положение плода нельзя назвать. Это не осложнение, это просто особенное положение плода. Я думаю, рожать или не рожать, выбрать кисаревое сечение или всё-таки рожать физиологически, в 30 недель говорить о том, что это уже устойчивое положение плода преждевременно. Поэтому мы всегда в таких ситуациях рекомендуем в более позднем сроке принять окончательное решение о способе родоразрешения. В моей жизни был очень интересный случай, когда ребёнок, это я к тому говорю, чтобы женщины не боялись, развернулся с попы на голову с началом родовой деятельности. За 23 года медицина, особенно акушерство, изменилась кардинально. И национальные наши протоколы, и международные протоколы, они всегда нацелены на снижение риска. Женщина и ребёнок — это всего лишь часть семьи. Роды и беременность — это всего лишь 9 месяцев и один день. А вся жизнь впереди. Наталья Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, когда диагностируется положение ребёнка, и когда мама узнаёт, правильно, неправильно, или какое-то есть особенное расположение, и как ей на это реагировать, на эту новость? В течение беременности ребёнок может находиться в совершенно различных положениях. По одной простой причине — он живёт в водной среде, естественно, он плавает в ней и меняет положение в зависимости от меры роста. Чем больше он растёт, тем более устойчивее становится положение. Поэтому за весь период беременности ребёнок может быть в поперечном, в косом, головном, ягодичном положении. Крутится очень часто женщины беременные приходят и говорят, вы знаете, он сегодня такой активный, то справа бьёт, то слева бьёт, теперь снизу бьёт. Некоторые женщины говорят, я прям чувствую, как он крутится. Поэтому более правильно говорить о том, в какое положение ребёнок становится перед родами, возможно, уже после 36 недель. И то я бы не делала таких резких ограничений по сроку, потому что в моей практике были случаи, когда ребёнок менял положение плода и в более позднем сроке. Это сугубо индивидуально. Есть определённые предпосылки для того, чтобы ребёнок принял то или иное положение. Это и наследственный фактор, и количество околоплодных вод, и расположение плаценты, и форма матки, и размеры самого плода. То есть все эти предпосылки могут повлиять на формирование положения плода в родах. Как правило, в большинстве случаев дети рождаются в головном предлежании, в продольном положении, в головном предлежании. И это считается абсолютно физиологичным положением плода. Но тем не менее, если ребёнок располагается продольно, но тазовым концом, то это тоже считается нормальным расположением. Роды, вернее, имеют особенности при тазовом предлежании. Но тем не менее, если они проходят нормально, они считаются абсолютно физиологическим. Поэтому женщинам точно бояться не надо. Очень часто беременные женщины приходят на беседу с доктором и задают вопрос. Вот 30 недель ягодичное предлежание. Я думаю, рожать или не рожать, выбрать кисаревое сечение или всё-таки рожать физиологически. В 30 недель говорить о том, что это уже устойчивое положение плода преждевременно. Поэтому мы всегда в таких ситуациях рекомендуем в более позднем сроке принять окончательное решение о способе родоразрешения. То есть или физиологически, или кисаревое сечение. Ну, как правило, женщины принимают решение после консультации с врачом, на которой мы проговариваем все особенности, риски, возможные осложнения, последствия. Рассказываем, как протекают физиологические роды, каким образом выполняется кисаревое сечение. Отвечаем на все возможные вопросы. Даем женщине ещё раз возможность подумать и принимать решение. Ну, в течение Вашего 23-летнего стажа работы кушером-гинекологом, я думаю, Вы встретили очень много разных случаев и разных особенных положений ребёнка. Все ли решены были успешно? И расскажите, самое интересное, как изменилась медицина за эти 23 года? Вы правы, абсолютно. Совершенно разные бывали моменты. Как правило, если роды идут физиологично, и нормальный биомеханизм, и соответствуют размеры плода, то для женщины самое важное – это слышать и доверять своему доктору, с которым она идёт в роды. В моей жизни был очень интересный случай, когда ребёнок, это я к тому говорю, чтобы женщины не боялись, развернулся с попы на голову с началом родовой деятельности. То есть в 40 недель начались схватки, и на глазах он просто повернулся в головное предлежение. Поэтому, хотя мы собирались рожать в ягодичном. Вот был и такой момент. На вторую часть Вашего вопроса я всегда с удовольствием отвечаю, и на дне открытых дверей, и на онлайн-школах, о том, что за 23 года медицина, особенно акушерство, изменилась кардинально. 20 лет назад, когда я пришла интерном, я была молодым доктором, была настолько выражена акушерская агрессия, которая… Ну, агрессия – это такой термин, он используется, собственно говоря, в акушерских кругах, и обозначает он не какие-то физические способы воздействия на женщину, а именно медикаментозно. То есть я помню тот момент еще, когда женщина заходила на роды и приносила с собой несколько пакетов с медикаментами, которые мы все использовали. На сегодняшний день современные перинатальные технологии, национальные протоколы, международные стандарты настолько облегчили нам жизнь. Поэтому если физиологические роды протекают физиологически, то, как правило, либо вообще медикаменты не используются, либо если женщина хочет активное ведение третьего периода родов, то используется только окситоцид уже в последовом периоде. Поэтому это значительно облегчило нам работу. Кроме того, снизило нагрузку, именно психологическую нагрузку на женщин, которые в большей степени пугались этого огромного количества медикаментов, которые мы использовали. Но расскажите именно о стандартах международных. Я знаю, что клиника Лаулека – единственная клиника в Украине, которая соответствует стандартам GCI. Протоколы международные при особенном расположении ребёнка нацелены на снижение рисков, на безопасность в родах. Любой протокол, и национальные наши протоколы, и международные протоколы, они всегда нацелены на снижение риска и на повышение безопасности матери и плода в родах. В настоящий момент система GCI – это система, которая направлена на контроль, чёткий контроль безопасности, обеспечение безопасности роженицы и ребёнка в родах. И наши национальные протоколы, и международные стандарты, они максимально обеспечивают возможность соблюдения стандартов GCI. Мы придерживаемся этих стандартов, и поэтому первое госпитальное учреждение, которое получило аккредитацию GCI. Да, дарят мамам безопасные роды даже при… Можно ли, не знаю, назвать осложнением особенное положение ребёнка? Нет, осложнением особенное положение плода нельзя назвать. Это не осложнение, это просто особенное положение плода. На который есть особенный протокол реакции. На который есть отдельный протокол, чёткий алгоритм, и дежурная бригада, как правило, до мелочей знает каждый член дежурной бригады, чем он должен заниматься, если роды идут в особенном положении. Не могу не спросить про кесарево, потому что, как я понимаю, современное акушерство работает над снижением процента операции кесарево-сечения. Ну, и если же всё-таки произошла такая операция, следующие роды тоже будут в кесарево-сечении или… Кесарево-сечение – это операция, которая позволяет излечь ребёнка не через естественный родовой путь, родиться ребёнку. Я всегда говорю пациентам, что мировой прогресс так далеко зашёл, мы летаем в космос, мы изобретаем какие-то гаджеты, активными пользуемся, но за многотысячелетнюю историю человечества ребёнок может родиться только двумя способами. Либо через естественные родовые пути, либо путём кесарево-сечения. Если первые роды у женщины прошли по каким-то причинам путём кесарево-сечения, это не является приговором. Роды через естественные родовые пути у женщин после кесарево-сечения возможны, но при определённых обстоятельствах. То есть когда размеры ребёнка соответствуют, когда состояние рубца позволяет, активная родовая деятельность. И самое главное — это желание женщины родить через естественные родовые пути. Мы не можем заставить женщину принять решение рожать ей через естественные родовые пути или выбрать повторную операцию кесарево-сечения, потому что это её право выбора. И так и так правильно абсолютно. Некоторые женщины выбирают кесарево-сечение повторное, некоторые женщины выбирают рожать самостоятельно. Роды идут как обычные физиологические роды, просто требуют более тщательного контроля за состоянием рубца и состоянием ребёнка. Если возникают какие-то осложнения в родах, мы на них реагируем мгновенно, что позволяет нам снизить максимально все возможные риски для мамы и для ребёнка. В современном акушерстве, возможно, даже третья кесарева, четвёртая кесарева, например, если это необходимо. Если было два предыдущих кесарево-сечения, то тогда это показания для последующей операции. Ну и показания на запрет беременности и родов в следующий раз. То есть нет такого, что мама уже не может быть. Запретить женщине стать матерью не может никто. И никогда. Это моё глубокое убеждение. Есть особенности анатомические, физиологические, есть какие-то соматические заболевания, которые могут ограничить возможности женщины часто рожать, допустим, если она хочет, или вообще рожать. То есть есть же такие заболевания, при которых, в принципе, женщине не рекомендуют беременеть. Но запретить женщине стать матерью всё-таки, я считаю, нельзя. Поэтому иногда женщины идут на риск всё-таки с огромным желанием стать матерью. И наша задача, как медиков, помочь им с этим справиться. Я думаю, современное акушистство готово снизить все риски. Ну, на самом деле, мы сейчас вооружены огромным количеством оборудования и аппаратуры, которые позволяют проводить в родах мониторинг за состоянием роженицы, за состоянием ребёнка. Своевременно реагировать на какие-то отклонения от нормального течения родового процесса. Всегда роды принимаются бригадным. В состав бригады обязательно входит анестезиолог, который в случае возникновения каких-то моментов сразу приходит на помощь. Детские доктора, неонатологи, которые принимают ребёнка. И тоже в случае необходимости оказывают ему временную и квалифицированную медицинскую помощь. Акушерский состав наш тоже обучен всем моментам, на которые необходимо реагировать. Слаженность работы бригады – это успех. Самое главное – это доверие роженице своим медработникам. Да, вы упомянули о желании женщины, главное – желание женщины и доверие к акушерам. Современное акушерство в клинике Лалыка готово к решению любых случаев, вопросов в родах. Особое положение ребёнка или какая-то история женская, акушерская до этого предшествовала родам. Но вот это желание женщины, как его поддерживать всё-таки, становиться мамой снова и снова? Вы знаете, есть желания, которые, я всегда говорю, есть несколько видов желаний. Но мы не будем сейчас про желания, но всё-таки желание и разумная реальность – это разные вещи. Женщина может желать до бесконечности иметь детей, но некоторые моменты не позволяют нам рекомендовать последующие беременности, потому что это может быть для женщины осложниться и уйти в разряд патологического состояния. И всё-таки я всегда говорю пациентам, которые иногда настоятельно желают при определённых обстоятельствах, которые не позволяют нам рожать самостоятельно, допустим, я всегда говорю, что женщина и ребёнок – это всего лишь часть семьи. Роды и беременность – это всего лишь 9 месяцев и один день. А вся жизнь впереди, и надо думать о желании одного дня и всей продолжительности жизни. Поэтому, как правило, мы находим общий язык с женщинами. Спасибо вам огромное за ваш опыт и за вот эту фразу, которая действительно показывает, что акушер-гинеколог заботится не только о 9 месяцах или моменте родов, а и всей жизни женщины, для того, чтобы она стала здоровой, целостной и счастливой. Спасибо большое. И вам спасибо. Всего доброго.